Рассекреченные документы ЦРУ о Бандере оказались переводом социалистического вестника меньшевиков Ольга Никитина. Статья во взгляде за 24 января 2020 года. В числе обнародованных накануне разведданных, собранных ЦРУ об организации украинских националистов ООН запрещена в РФ и ее лидере Степане Бандере, оказались выдержки из журнала «Социалистический вестник», издававшегося заграничной делегацией Российской социал-демократической рабочей партии в меньшевике. В документе, опубликованном на сайте ЦРУ в графе источник указано «Социалистический вестник» номера 64 1951 года. Автор публикации задается вопросом о том, как выглядела бандеровская возрожденная Украина и признается, что для этого беспородного государства сложно найти адекватное определение. В статье говорится, что тоталитарные государства не лишены элементов права и порядка. Однако, все это отсутствовало в царстве Статько и Бандеры. Ярослав Статько, активный член ООН, первый заместитель Бандеры, организация запрещенная в РФ. В статье говорится о полнейшем беззаконии, самых диких и порочных бесчинствах по отношению к населению Украины и национальным меньшинствам. Для принуждения инакомыслящих подчиняться лидерам использовался необузданный террор. Тысячи людей были убиты без суда, без следствия и часто без какой-либо видимой причины, приводятся выдержки из статьи. В документе сказано, что в первые дни правления террор был направлен против организации Мильника. Затем настал черед всех противников Бандеры среди украинского населения в целом, писал журнал. Кровавым гонениям подвергались национальные меньшинства на Западной Украине, поляки и евреи. Говорила в статье, в ходе одной единственной операции на границе Карпатской Украины были уничтожены более 10 тысяч евреев. Указано, что из района оккупированного Венгрии евреев изгнали венгерские жандармы, а на границе их принимали особые элементы бандеровской милиции, которые гнали их в неизвестные части, уничтожая всех до единого. В статье также указано, что все это происходило с согласием Гитлера. Бандера с большим рвением приступил к выполнению поручений Гитлера под руководством человека, который был одновременно одним из главных директоров разведки Гитлера. Всего за пять недель существования государства Бандеры было уничтожено более 5 тысяч украинцев, 15 тысяч евреев и несколько тысяч поляков. В заключении автор статьи добавляет, что рассказ о мимолетном празднике Бандеры, который его последователи пытаются представить как славную и героическую страницу в истории украинского освободительного движения, было бы лучше особенно сторонникам свободной Украины стереть из истории. Этот фашистский эпизод, который не принес Украине ничего, кроме позора и страданий, пишет «Социалистический вестник». Журнал «Социалистический вестник» издавался заграничной делегацией российской социал-демократической партии меньшевики в 1921-1965 годах, а выходил в Берлине, Париже и Нью-Йорке. Всего вышло 784 номера. Характерной чертой эмигрантского журнала была хорошо налаженная связь редакции с корреспондентами в России, в основном меньшевиками. Напомним, ЦРУ опубликовало более 13 миллионов страниц архивных документов, среди которых 300 посвящены лидеру ООН Степану Бандере. Рассекречено в соответствии с законом о разоблачении нацистских военных преступников, гласит подпись под документом. Как подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, Москва неоднократно говорила, что героем современной Украины является профессиональный агент Гитлера, нацист-преступник. ООН – организация, в отношении которой судом принята вступившая в законную силу решения о ликвидации и запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФСЗ, о противодействии экстремистской деятельности. Рассекреченные документы ЦРУ о Бандере оказались переводом социалистического вестника меньшевиков Ольга Никитина.